привет друзья продолжаем эксперименты над телефоном ipro в 3.5 за 35 долларов следующая задача стоит получить рут права на него буду пробовать получить с помощью программы king root и есть упоминание на форуме fpda о том что был рут получен с помощью king root 4.1 русского вот мы сейчас его скачиваем скачивается программка запускаем программ спрашивает разрешение устанавливается программа king root приложение установлено открываем получить рут перед этой процедурой сделал полный сброс телефона сделал полный сброс телефона и на всякий случай отформакировал карту памяти ну как бы чтобы вернуть телефон на заводские настройки и получить рут вообще идея такая чтобы с помощью программы link to cd переносить программы с внутренней памяти на специальный раздел cd-карт телефон перегрузился пускать кин рут кин юзер Рубанкин юзер. Получение рут. Продолжается процедура. Повторю свою идею, для чего мне нужны рут права на этот телефон. Внутренней памяти здесь мало, 256 мегабайт. После установки нескольких приложений, ее катастрофически не хватает. Хочу поставить программу Link2CD и попереносить приложение на специальный раздел CD-карты. Задумка такая, для начала нужны рут права. Пытаемся их получить. Ну, вот такой пока результат. Рут не получен. Не адаптировано. А на форуме упоминание, что получили. Именно с этой версии программы. Еще раз попробую. Запустил программу ROOT KingHuser. И запустил получить рут опять. 5% бегут. Не знаю, чем это закончится. Ожидаем пока. Не знаю, к какому сообщению верить. Перезапустил KingHus. Он просканировал. И выдал сообщение. Рут доступ получен. Сейчас скачаю какую-то утилитку для проверки. Рут. И проверю, получен или нет. Так, ну хорошая новость. Несмотря на то, что в начале программа выкинула KingHus сообщение, что рут не получен. Потом все-таки она написала, что рут получен. Скачал на PlayMarket и приложение ROOT Checker. Для проверки наличия рут. Прав на телефоне. И вот что пишет. Рут получен. VF 3.5 версия Android 4.4.2. Так что KingHus версия 4.1 RUS позволяет получить рут на этом телефоне. Но почему-то на промежуточном этапе его получения выскакивает сообщение о том, что его нельзя получить. А потом все-таки получает. Спасибо за внимание. Так, еще один момент, связанный с рутом на этом телефоне. Это установка SuperSum. Вместо KingRootUser установим SuperSum. Тоже посоветую с этого же форума ФПДА. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Идет процесс. Написано ожидайте. Пожалуйста, ожидайте. Ко выключу. Итак, имеем такой результат. SuperSum Pro 9.2.3 не сработало. Бесконечное ожидание и ничего не происходит. Попробуем поставить 9.1.9 с этой же темы на ФПДА. Вроде бы пишет, что она работает четче. Сейчас попробуем. Она, по идее, должна заменить. Хотя эта версия более старая. Была установлена самая последняя новая. Просит нажать на синий кружочек. Нажали. Первый шаг закончен. И второй шаг. И сфинишит. В общем, пишет, что все удачно. Ага. Значит, второй шаг. Надо опять нажать синюю кнопку. Нажали. Запрос предоставить. Так. Кенгарут удаляет. Кенгарут много места на памяти занял. Хорошо, что он его удаляет. Главное, что прут остался после всего этого. Просит обновления. Ну, давайте продолжить. У меня нету кастомного рекавери. Так, установка полностью завершена. Перезагрузите устройство. Перезагружаем. И поставить суперсу на этот телефон, с которым работают все приложения. Потому что кенгарут по отзывам не все приложения работали. Хочу посмотреть, что у нас с встроенной памятью после всех этих процедур. Так, в настройки зайдем. Память. Так, очень много отъедает маркет. Как только подключил маркет, он обновился. Занял всю практически внутреннюю память. Как с этим бороться? Я не знаю. 87 мегабайт, по-моему. А изначально занимал 20. Убрать обновление. Ну, у меня надежда на то, что я сейчас все-таки поставлю Link2CD. Это немножко решит проблему с местом внутренней памяти. Смотрим. Суперсуми Pro. Я так понимаю, можно удалять. Вот. 89 и 88 занимают сервисы Google Play. И 21 мегабайт Google Market. Вот эти сервисы Google Play, если бы их убрать. И суперсуми убрать. В общем, сервисы Google Play. Кто знает, отпишитесь в комментариях, как их уменьшить в размерах. После полного сброса телефона их не было. Это мы сейчас удалим. Удаление завершено. Что самое обидное, эти сервисы Google Play стандартными средствами не переносятся на CD-карту. Сейчас займемся Link2CD подготовкой флешки. Там надо ее отформатировать на два раздела. X2 и раздел FAT32. Сейчас попробуем. Потом поставить правым, потом переносить приложение. Пока выключаюсь. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok